С нами на связи Олег Жданов, военный эксперт. Здравствуйте. 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 Я внимательно читал ваше интервью агентства Униан. Там вы по полочкам разложили абсурдность планов россиян захватить после мобилизации Одессу и Харьков. Но вот вчера издание «Белорусский Гаюн» сообщило, что в Беларуси готовятся принимать эшелоны из России. Сегодня Павел Латушка, белорусский оппозиционер, заявил, что на территорию страны могут передислоцировать 120 тысяч мобилизованных. В целом, зачем? Обучать их на белорусских полигонах или они лелеют надежду сколотить ударную группировку для еще одного броска с севера, например, на Киев? Думаю, что да. Не они лелеют надежду. Дело в том, что Путин лелеет надежду. Он, кстати, до сих пор так и не изменил своих стратегических целей этой военной кампании. То есть полное поглощение Украины. И, видимо, они надеются, что ударив... Мы обсуждали с вами это направление в апреле и в мае месяце, когда тогда стоял очень острый вопрос, вмешается ли Беларусь. Я говорил, что направлений может быть два. Это Луцк-Львов и для того, чтобы отрезать западную помощь, и, возможно, Киев. Но Киев был менее вероятным. Сейчас, видимо, эта идея фикса на... Путин надеется, что он сможет ее претворить в жизнь за счет вот этих массовой мобилизаций или огульной мобилизаций, которую они устроили в Российской Федерации. Единственное, что ситуация же поменялась, кардинально поменялась. Вооруженные силы Украины сегодня развернуты. Они имеют боевой опыт. Мы создаем уже в восьмой месяц, наращиваем систему обороны, как на освобожденных территориях на киевском направлении, так и на территориях наших западных областей, северо-западных областей, так правильнее будет сказать. Поэтому здесь я полностью соглашусь с паном Даниловым, главой, секретарем Совета национальной безопасности и обороны, что мы готовы. Мы готовы в полном объеме для встречи врага и с этого направления. А как вы считаете, Лукашенко, как себя поведет в этой ситуации? Вот его дожмет все-таки Путин, чтобы он и у себя в стране объявил мобилизацию или как минимум отправил свою армию тоже воевать на территорию Украины? Думаю, что нет. Думаю, что не дожмет. Почему? Потому что у Лукашенко прямая зависимость от вот этого отдачи приказа. Я напомню ситуацию, что они в январе текущего года проводили учения «Союзная решимость». И если Лукашенко отдает приказ войскам вперед, с этого момента вся армия Белоруссии переходит в подчинение объединенного генерального штаба на базе Российской Федерации или российского генштаба. Штаба управления объединенными силами союзного государства. То есть он фактически теряет управление над армией, что для него крайне критично. Плюс внутриполитическая ситуация в Белоруссии – это не рейтинг поддержки участия Белоруссии в военных действиях. На сегодняшний день крайне низок. То есть как в детской игре, когда закончилась музыка, а кому-то не хватило стула. В данном случае не хватит Лукашенко. Да, в этом случае он может остаться просто без стула. Ну и пока все, что он будет делать, это предоставлять склады, ангары для российских военных. Он готов, вот вы правы, он готов предоставить все, что угодно. Он готов предоставить боеприпасы. Он будет снимать с хранения технику с длительного, ремонтировать и передавать ее России. Он будет обеспечивать всю инфраструктуру. Все то же самое, как это было в марте, в феврале, в марте, в апреле, пока российские войска не ушли из Беларуси. Он будет все обеспечивать, но белорусские войска, на мой взгляд, участия принимать в этом шабаше не будут. Вот вопрос о взрывах на газопроводах Северного потока. Сегодня НАТО заявило о том, что любое нападение на критически важную инфраструктуру членов Альянса будет встречено единым и решительным ответом. Как вы считаете, речь идет о возможных новых подрывах? Или если все-таки будет подтверждение причастности России к тем, что уже произошли, они как-то ответят? И каким может быть этот единый и решительный ответ? Ну, в данном случае они просто предупредили, чтобы Российская Федерация не пошла дальше. Кстати, там обнаружен четвертый прорыв. Четвертая труба. Значит, из пяти ниток осталась одна. Насколько я понимаю. И эти трубы в основном же принадлежат Российской Федерации или совместным компаниям. Поэтому они просто предупредили, чтобы он не вздумал идти дальше. Ну, например, в Германию, где находятся приемные станции или распределительные станции этих северных потоков. И первого, и второго. Они, кстати, готовы. И на второй тоже. Ну, а здесь, если будет доказано... Теперь, смотрите, очень интересная ситуация. Германия кровно заинтересована доказать, что это сделала Россия. Почему? Потому что долгосрочный контракт до 30-го года подписан Германии на условиях «бери или плати». И если они не докажут, что это сделала Российская Федерация, то они будут вынуждены ежегодно перечислять деньги за 40 миллиардов кубометров российского газа, не получая этот газ. Так что вот такая вот интересная картина. Украинская разведка считает угрозу применения России тактического ядерного оружия против Украины, я хочу процитировать, очень высокой. Об этом сообщил представитель военной разведки Украины Вадим Скебицкий в комментарии Guardian. Военная разведка Украины оценила угрозу применения России тактического оружия против Украины как очень высокую, так же пишет британский ресурс. Как вы считаете, нажмут кнопку или нет? Ну, кнопку не нажмут, но снаряд или бомбу небольшую могут бросить. Вероятность действительно очень высокая. И тут все будет зависеть от Запада, от наших партнеров. Мы, к сожалению, ничего не можем сделать в этом случае. А вот Запад может либо получить что-то наподобие второго Чернобыля, только свежего, с радиоактивным выбросом, либо может применить, включить те речаги, которые заставят Российскую Федерацию отказаться от такой идеи. Ну, в России тем временем вот вручают повестки всем подряд. Есть информация, что в некоторых селах в глубинке мобилизуют вообще все дееспособное мужское население поголовно. И речь вообще не идет об опыте службы. И повестки вручают и онкобольным, и многодетным, и даже тем, кому за 60. Как вы думаете, вот им просто некого брать, и вот таким образом военкомы пытаются выполнить план? Ну, с одной стороны, да. Действительно, военкомы, ну, надо отдать им должное. И, наверное, их после войны, может быть, даже наградить. Потому что они идею, очень хорошую и правильную идею Генерального штаба Российской Федерации, провести частичную мобилизацию с качественным отбором по военно-учетным специальностям, они превратили в огульную. А с учетом того, что полный бардак с учетом населения, я уже не говорю о МОП-приписке этого населения, поэтому они и гребут всех подряд. Они же сидели, не занимались МОП-припиской и не уточняли вот эти картотеки. На сегодняшний день, по некоторым данным, там нет понимания, в глубинке нет даже понимания, сколько реально проживает людей. Кто умер, кто заболел, кто родился, кто вырос и так далее. Вот именно поэтому они вынуждены грести всех подряд. А наверху вот этот поток огульной мобилизации, он ломает всю систему качественного отбора. И вот эта волна, она просто сносит эту мобилизационную систему. А на сегодняшний день. Ну вот уже сегодня говорят о том, что Россию покинуло больше мужчин призывного возраста, чем принимало участие в полномасштабном нападении на Украину. Как вы считаете, вот удастся им собрать 300 тысяч, как планировали? Вот сегодня генштаб государства-агрессора заявил, что уже мобилизовали 100 тысяч. Ну я думаю, что 1300, даже может быть 500 они наберут. Вопрос, что они с этим будут делать. Дело в том, что некоторых, ну, кого повезло, они расселили там на учебные центры, но у них по моб приемке до 130 тысяч они могут переработать. Это призыв. Каждые полгода вот они 130 тысяч на протяжении месяца. А при таком интенсивном поступлении моб-ресурса, я думаю, что система захлебнется. На второй сотни тысяч система начнет захлебываться, а на третий может вообще рухнуть. Именно поэтому, да, они, наверное, многих мобилизованных отправляют на фронт после всего одного дня подготовки. Причем даже когда-то вот или в элитной части, которая теперь вот нуждается в пополнении. Но какие задачи можно ставить такому солдату? Не будет ли он просто обузой для командира? Необученные, необстрелянные. Какой от них толк? Толку никакого. Кстати, это политическое решение. Дело в том, что на сегодняшний день на некоторых оперативных направлениях в ротах батальонах по 30% личного состава. Так сильно мы измотали их войска, и такие потери они несут. Мы сегодня вышли на одну цифру, где-то приблизительно 500 человек в день потерь несет российская группировка на территории Украины. Это батальон. А если мы говорим, что батальонных групп всего лишь там у нас 110-120 на территории Украины, то это фактически батальон в день терять. Это на 150 где-то 200 дней войны. Вот именно поэтому это политическое решение любой ценой пополнить эти роты. Но это 41-й год. Это фактически необстрелянных, необученных людей бросать на пулеметные гнезда. Но те россияне, которых уже сегодня отправляют на фронт, они же наверняка понимают, что их ждет. Но у них есть выход, это сдаться в плен. Как вы считаете, насколько легко это сделать, и что вы как человек, как специалист в военном деле, эксперт могли бы этим людям посоветовать, как действовать? Ну к тем, к кому придет понимание, оно придет очень быстро, судя по всему. Я думаю, что они не понимают. Они пока еще в какой-то находятся эйфории, судя по видеороликам. Очень мало кто понимает. Но вы абсолютно правы, первый огневой налет, первая кровь, пролитая у них ими или рядом с ними, она быстро начнет давать понимание. Что касается «хочу жить», это, кстати, должен быть девиз вот этих мобилизованных, которых кидает на фронт буквально в первые сутки после того, как отмобилизовали. Кстати, рекорд вооруженных сил России составляет 6 суток с момента вручения повестки до момента попадания в плен. 6 суток зафиксирован нашими войсками. Так вот, у нас это организовано на государственном уровне. Есть в телеграмме чат-бот, называется «Хочу жить». Там же вы найдете телефоны горячей линии Министерства обороны Украины. Они работают круглосуточно. Ваша задача ответить на вопросы чат-бота, зарегистрироваться или позвонить и зарегистрироваться. И дальше вы можете получить инструкции, где и когда вас могут принять для того, чтобы вы сдались в плен. При этом мы гарантируем выполнение Женецкой конвенции, полное выполнение, то есть никаких пыток, никаких физических воздействий, медицинское обеспечение, связь с родственниками и трехразовое питание. И что самое главное, мы помогаем вам избежать уголовной ответственности в Российской Федерации за добровольную сдачу в плен. Потому что гарантируем всем, кто сдаст это добровольно, в документах будет записано, что вы попали в плен в бою. Ну вот я попрошу режиссеров сейчас, да, вот показали эти телефоны. Но ведь по словам самих россиян, ведь уже известно, что те, кто отказывается идти в бой или бросают на подвал, да, как они называют, или просто расстреливают свои же. Поэтому только набрав один из этих номеров, можно получить гарантии нахождения в плену с соблюдением всех норм гуманитарного права и международных конвенций. То, о чем вы сейчас сказали. Ведь, как известно, в украинском плену россиян не только кормят и содержат в условиях, ну, лучших, чем в Росармии, но даже дают возможность раз в несколько дней звонить родным. Как вы считаете, почему россияне со своей стороны не относятся так же хорошо к нашим пленным? Потому что в Российской Федерации человеческой жизни стоит и ломаного гроша. Именно поэтому у них это результат вот этой имперской политики, которую в 20 лет выстраивал Путин. Они считают нас людьми второго сорта, и поэтому наша жизнь для них вообще не представляет никакой ценности. Поэтому они проявляют такую особую жестокость. С одной стороны нас наказать, а с другой стороны им наплевать, выживем мы или не выживем. Это политика империи, которую проводит Путин. Как вы считаете, а какой вообще приемлемый уровень потерь для вооруженных сил Российской Федерации? Это 100 тысяч, это 500 тысяч, это миллион? Я думаю, что там нет приемлемого уровня потерь. Почему? Потому что вот в первые недели войны, в марте месяце, по неофициальной информации, говорила о том, что на совещании Путин поставил задачу, что 30-50 тысяч потерь – это вполне приемлемые потери для специальной военной операции. Сегодня такая же информация поступает из Кремля, что до 500 тысяч Путин допускает приемлемые потери в этой уже специальной военной операции. Я думаю, что планку потерь он будет поднимать до тех пор, пока россияне не осознают всю пагубность этой ситуации, всю безысходность этой ситуации и не выйдут на улицы с протестом. До тех пор планка будет подниматься настолько, насколько надо. Как вы считаете, правительство тех стран, которые пускают к себе десятки тысяч беглецов, они поступают правильно или нет? Из России имею в виду. Или правы те, кто утверждает, что вот эти люди должны все-таки оставаться дома и, как сказал президент Украины, бороться на своих улицах за свою свободу. Такая вот миграция молодых и крепких мужчин, большинство из которых еще вчера горячо поддерживали политику Кремля. Не мина ли это замедленного действия для тех стран, которые их вот сегодня приютили и которые пускают к себе на территорию? Я думаю, что они делают большущую ошибку, которая потом может привести к тяжелейшим последствиям на территории этих стран. Почему? Потому что когда русские будут собираться в компактных местах проживания, они будут насаждать свою субкультуру. Особенно это будет заметно в тех странах, где отношение к ним будет менее лояльное. Вот, например, там Грузии устраивают флешмобы, в Казахстане устраивают флешмобы, называя их трусами. Говорят, что вы сюда приехали, езжайте домой и говорите Путину, что вы не хотите воевать. А русские будут группироваться и будут насаждать свою субкультуру. А потом империя приедет на танках спасать русскоговорящих граждан. Это мина замедленного действия, это стратегическая ошибка, которую допускают эти страны. То есть они будут говорить, введите русский язык как обязателям нашей страны, откройте нам русскую школу. Сейчас они будут говорить, дайте нам убежище, дайте нам кровь, дайте нам кусок хлеба. А через год, когда они там обживутся, они начнут, да, вы абсолютно правы, требовать русский язык, требовать русские классы в школе. И я когда-то приводил пример, один юморист написал, что если в британской школе есть один ученик из России, то он начинает через какое-то время говорить по-английски. Если этих учеников двое, через полгода школа матерится по-русски, а еще через год все говорят по-русски. Надеемся, что в мире это тоже поймут. Спасибо вам большое. Олег Жданов, военный эксперт, был на связи со нашей студией. Олег Жданов, военный эксперт.